добрый день почему не утро да потому что с утра я опять ездил в райцентр и были дела ну и кое-что нужно было купить и сейчас мы приступаем к двери наконец-то а то многие писали когда же вы начнете облагораживать дверь либо поменяйте ну менять не будем а наконец-то облагородим делаем ее красивую вот так значит я здесь уже наверно с пол сотни или даже больше воздей по вытаскивал которые тут были вот вот здесь была какая-то обилка ну тут пленка была и куча было вот этих обивочных воздей с такими круглыми шляпками плохо вытягиваются ну точно больше пол сотни все по вытягивал вот и вот видите здесь прикручены металлические штуки здесь вот эти все вот так через вот такие болты и они сильно выступают ну а зачем мне вот это вот это нормально пойдет а вот это я сейчас по срезаю болгарку же он подготовил отрезной круг и вот тут два замка висят где ключи понятия не имею значит мы сейчас их срежем у меня есть один такой на которые есть ключ а вот это болтается сейчас вот это снимем и будем шкурить значит вот у меня есть такая металлическая щетка видите но она на дрель не на болгарку я попробую ею как она пойдет а если что то будем такими кругами чистить немножко чистил но он еще рабочий новый и еще один есть новый так что я думаю это все дело зашкурится но сначала сейчас срежу эти замки а потом подрезаю те выступающие концы болтов вот так и приступим потом уже по шкуриванию вот эту сделаем идеальную дверь смотрите канал трепанации только надумал болгаркой пользоваться а она начала глючить а в чем проблема то вот тестер уже взял это шнурок вот видите вот тут обломался то есть то нету вот так проверил щетки думал что щетками ну шнурок был он уже видите какой ну это он тут не соединен тут внешняя изоляция вики пропадает я и обматывая обматываю и уже переломался провод так что это пойдет на мусор вот так сейчас все работает этой двери всего шнурок хороший новенький не помню откуда это с компьютера что ли здесь соединил уже сильно обмотал чтобы она не переломывалось вот так хотя тут есть резиновый такой хвостовичок ну переломалась все таки вот так ну все поехали а то не могу дождаться уже сам когда ее зашкурю все срезал как бы готова ну сначала я не был я попробую этим кругом а попробуем вот такой металлической щеткой ну будет видно если это пойдет то хорошо потому что тут куча неровностей а таким диском ну придется немножко больше повозиться а щетка может и помочь но сейчас будет видно ни хрена эта щетка вот такое снять не годится абсолютно только болгаркой пускай отдыхает сейчас ставлю этот круг и думаю будет нормально вот так вот Продолжение следует... Процесс как бы идет, но не так, как я думал. Не так быстро и не так, в принципе, и легко. Вот я пошкурил вот это. Видите, уже темные эти штучки. Ну, потом я еще второй раз пройдусь, оно уйдет. Начинает гореть дерево. Потому что вот этот, он, видите, забивается. Ленточный, хотя там еще у него можно... Я и прочищаю уже и по бетону начинаю, чтобы убрать вот эту штучку. Все равно здесь за столько лет, не знаю, за сколько, сколько там слоев краски. Факт тот, что везде была зеленая. Там цвет отличается, но она зеленая. Там слоев пять, наверное, я увидел. Может и больше. И оно уже такое стало монолитное, закоксовалось. И вот это, когда свежая, она берет, можно сказать. А потом очень плохо. Поэтому я уже достал другой шлифовочный диск по металлу. Он тоже забивается. Но я периодически по бетону, по камню там прочищаю его. И хочу снять верхний вот этот слой. Видите, я вот снял. А потом уже до дерева буду вот таким ленточным диском. Ну вот. Ну, меня еще есть, в принципе. Вот так. Это уже буду до дерева счищать. А пока вот этим тяжеловато. Думал, будет быстрее. Ну, сколько тут стоит дверь. Хотя уже прошло, ну, явно часа два, как я начал. Видите? Это песец какой-то. До конца, ну, добью. Эту сторону я шкурить так не буду. Я пошкурю не до дерева, а по шкурю то, что отпадает, вот это все красиво, потому что с этой стороны мы все-таки будем утеплять. Какой-то ленточный утеплитель возьму и чем-то накроем. Не знаю, чем-то накроем. Вот. И там сделается. Там красота не надо. А вот тут все-таки сделаем. Это делается раз. Вот. Не знаю, получится ли сделать все за сегодня. Думаю, не получится. Ну, куда сделать? Надо все пошлифовать, а потом еще покрывать антисептиком хочу, а потом уже лаком, а потом вот эти металлические черной краской. Ну, все будет видно, насколько меня сегодня хватит. Настолько это... Я хочу сегодня все зашкурить, чтобы на завтра была работа уже приятная. Ну, вот так. Смотрите трепанации. Ну, вот так. Вот так получается. Не так, как думалось. Уже устал. И, наверное, на сегодня уже все. Уже дело к вечеру. Солнышко садится. А я еще и половину двери не сделал. Вы видите? Вот. Пока убрал верхний слой, потом здесь будет уже ленточным кругом, наждачным проходиться. Это по металлу. Металлическую дверь я уже давным-давно пошкурил. Вот. А вот это идет очень тяжело. Здесь наслоение веков. Так, шкала времени. Вот тут начинаючи. Вот желтого там даже проступает. Я не знаю. Где-то слой миллиметра два. Ну, миллиметр может быть. Чтобы не утрировать. Ну, не веков наслоение, как говорится, но десятилетий точно. Здесь оно было. И я же хочу снять до дерева. Это тоже еще будет шкуриться. Это предварительно. Вот это сейчас хочу. Ну, не сейчас. Уже завтра буду доснимать верхний слой. Вот этот весь вот так. Думал, за сегодня все уже лаком покрою. Ага. В тот случай. Амбарная дверь оказалась крепким орешком. Ну, ничего страшного. Стоит потрудиться. Я думаю, оно будет. Стоит того. Результат покажу. Завтра, надеюсь, закончим. Я решил не оставлять это дело на завтра. Вот такую грязную работу и черновую обработку решил закончить сегодня. Завтра пошкурится уже ленточным кругом. Но вот это тяжело. Многие могут сказать, что надо было смывку для краски взять и так далее. Я думал вообще-то об этом. Но тут слоев с десяток, наверное. И самый первый ему, может быть, лет 50. Ну, не знаю, сколько этому погребу. Ну, даже если 30, он закоксовался. И там смывка его. Явно никак не растворит. Можно было газовую горелку. Вот против нее ничего не устоит. Ну, это же деревянная дверь. Если было бы железная, то я бы газовой горелкой прошел. И все это бы случилось элементарно. Но деревянная дверь я же не хотел портить. Видите, даже круг делает вот такие темные пятна. Ну, главное, я убрал практически до дерева. Вот это уже наждачным этим ленточным кругом. Все уберется. И завтра, я думаю, заделаем. И покроем уже. Будет красота. Ну, еще саму раму тоже надо пройтись. Ну, это металл. По металлу все отлично. Пройдется за 5 минут, можно сказать. И мы все это дело покрасим. Так что смотрите канал Трепанация. Еще много чего впереди. Вот так. До завтра. Как бы и все. Не знаю, как я выгляжу. Себя не смотрел. Видит, проходила, сказала, что я пипец. Отлично выгляжу. Ну, руки хорошие. А лицо, не знаю. Даже и мобилки нету. Посмотреть на себя. Ну, пойдем сейчас в душ. Думал уже сегодня не снимать. До завтра. Зашел в дом. А Виты нету в доме. А она оказывается на огороде. Пока там я занимался этой дверью. Она вон там. Пора ее, наверное, загонять. Говорю, пришел домой. А жены дома-то нету. А где жена? Оказывается, она где? На огороде. Я себе не бачил. Я еще в зеркало не смотрел. И мобилки нет, чтобы посмотреть. Кошмар. Леший. Я только что закончил. Я пришел, а Вита уже закончила. Она клубнику там рассаживала. Сказала, покажем в другой раз. Так что сейчас идем. Покажем, когда уже будет чистая. Идем дальше мыться. И будем уже отдыхать. Так что вон вот так. И наша кошка. Кстати, на сутки была пропала. Вита чуть ли плакать уже не начала. Где она делась? А она вот тут. Ага, мышей ловит, наверное. Русичка. Да. Что, голодненькая? Пойдем кормиться? Ага. Кормитесь. Вита ее откармливает. А худющая на лето, как будто ее не кормят. А на зиму такая была эта. Так, тут он еще. Вита наполола, видите? Вот это все надо повывозить. Эти грядки. Что? Ну что? Ну иди же домой идем. Идем. Идем домой. Ну. Ну все. Уже до завтра. Так что завтра доделаем эту дверь. Покажу. И в конце, как обещал, я буду представлять новые развивающиеся каналы и их интересные видео. Вот они здесь. Смотрите. Кто заинтересовался, моя почта в описании. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»